Тило Тило Хочешь домой? Ну пойдем я тебя открою Пойдем, пойдем маленький Сейчас откроем Нагулялся, эй Это наш соседский кот Тило его зовут С Ричардом они не особо дружат, но и не воюют Когда Ричард слишком близко к нему, он его мягко лапой по носу и Ричард понимает Так дорогие друзья Сегодня 22 число и мы должны с вами по идее быть на рынке и продавать ненужные нам изделия Но мы туда не поедем Почему? Обратите внимание на погоду Сегодня будет дождь, причем целый день Это плохо и для продавцов и для покупателей Посему, чтобы вас не разочаровывать, я решил все-таки предпринять нечто другое Я вчера переехал Вот тут стоит мое местечко И вот та зеленая стена, видите, на фоне которой я собираюсь фотографировать все, что связано с травой, с едой А с едой почему? Потому что здесь я буду устраивать завтраки в раннее утро солнечное и буду фотографировать То есть это дополнительная возможность Переехать мне пришлось, потому что здесь стали ставить велосипеды Вот они, ну я их выжил из подъезда То есть есть возможность, наверное, и птичек пофотографировать Но до этого я еще не дошел Так вот, что мы сегодня предпримем Дело в том, что мой друг, очень талантливый художник 3D 3D художник, да, артист Он, по скайпу мы с ним общаемся, ни разу уже вы еще не виделись Но дружба наша уже давно такая Мне очень приятно с ним разговаривать Он очень много знает И он мне посоветовал сейчас, когда нужна стимуляция Стимуляция, не стимуляция, а стимуляция для творческих каких-то идей Он говорит, что очень помогает, если каждый день в течение 20 минут Утром, там вечером или что, быстрым шагом идти куда-то и обратно Ну, я немножко поулыбался, но я уважаю Михаила, его знания И поэтому я сегодня решил проверить И пройтись таким быстрым шагом И шли мы с Ричардом, аж шуба заворачивалась Ну, не бежали, то есть с дыхания не сбивались И вы знаете, действительно За этот короткий период, 20 минут, мне пришла такая идея С которой я с вами хочу поделиться Вот я сейчас взял сумку В сумке лежит камера, клещи и молоток Вернее, плоскогубцы Зачем? Сейчас поймете Я вам рассказывал уже, что я живу на территории клиники В общем-то Как наши русские говорят, дурки Ну, буйные здесь заперты, вот в том здании Там решетки стоят, а здесь не буйные То есть депрессивные и со всякими разными расстройствами И здесь очень красиво Здесь хорошую погоду Люди отдыхают, ложатся там на травочку И им это здорово Меня привлекают здесь вот такие растения, скажем Оно к лету разрастется, будет очень красиво Здесь у нас отсвела черемуха, от которой я чекрижу кое-что И вот такая архитектура здесь сохранилась Представьте, как здесь хорошо можно было на фоне всяких моделей фотографировать Да? Вы видите, старая кирпичная кладка Да? Старые дома Это вот Германия 39-х годов, скажем так 40-х Вот, посмотрите, как Все ступеньками, ступеньками, ступеньками И есть такие уголки заповедные Прям, ну, красота Это машины врачей Так Вот это те, которые Здесь буйные У них решетки на окнах Видите? Вот Написано Хаус 23 Хаус 23 Это дом 23 А у меня дом 26 И Рандандарун Рандандарун Зацвел Первый Красота Это надо запомнить Так Особенно меня привлекает Вот этот дворик Я все время с таким интересом на него гляжу Но пока, как бы, идей к нему нет Если просто так вот фасад сфотографировать В таком духе, да? Не знаю, востребован он или нет Но красиво, я вам говорю Это меня, конечно, восхищает Посмотрите, какое великолепное дерево Смотрите, какое оно В миниатюре бы такое И мяч у себя дома Ух, красиво Икебана была бы Так, идем дальше Смотрите, эти колонны То есть это вот Все сохранилось Как оно Раньше было Представьте, здесь можно снимать Этих моделей И будет, ну, очень красиво Такая девушка здесь сидит Ножку отставила А тут все такое старинно Или наоборот В каком-нибудь, как они говорят Народном костюме Интересное название у них Называется Трахт Хе-хе-хе-хе Трахт То есть это так же, как наши кокучники С этими сарафанами Так же и у них Называется только Трахт Так, это вот путь По которому мы С Ричардом гуляем по утрам Так, здесь мы видим Тоже мое Деревце, которое дает мне Некоторые плоды Но сегодня мы с него рвать не будем Сегодня мы сделаем Преступление гораздо Серьезнее, чем до того Ну, вы знаете Я вам скажу, что Желание снять красивый снимок Глушит Глушит прямо Все эти Боязни Это мы с вами Здесь Хаус 18 Дом 18 Здесь абсолютно нормальные Дети Скажем так Но они С нарушениями речи И поэтому Эта клиника очень редкая Туда попасть В очереди надо выстоять Вот Но лечит удачно Я встречался И взрослые здесь есть Я встречался с взрослыми Которые проходили Менджеры здесь Заикание лечили их Я видел воочию Что действительно Помогает Так вот Ребята Вот оно Это дерево Такое пышное Красивое Чурилмухи Я не видел нигде Или что это Поэтому Я сейчас Я сейчас Подкрадусь Так сделаю Быстро И в сумку И в сумку Все Так И уходим 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 Дворами Так Я боюсь Что мимо Этого дерева Я тоже не пройду Такую Черемуху Я тоже нигде не видел И учитывая что она Будет еще разрастаться Я им помогу сейчас Одна Вторая Третья Вот так И бежим Теперь бежим Скрываемся Если попадется какая-нибудь медсестра Вредная Любительница природы То может и по лицу вызвать А тут Мама не горит тогда Мы русские люди И сидим на верблюде И кушаем сладкий компот Потом в мой замысел Входят Вот эти полевые цветочки Ну они там есть на месте О, зайцы побежали Видели? Нет, не видели Сейчас подойдем поближе Может увидите Заяц, не убегай Я тебе снимаю Так Не убегай, заяц Ну все-таки побежал Ну ладно Так, нам сейчас не до зайцев Пошли Пошли Ричард любит их гонять Но он не охотится за ним У него нет желания Его ухватить, сажать А Ричард добрый в этом отношении Он единственное Заботится о хозяине Чтобы эти злобные кролики На него не напали Он их разгоняет А потом прибегает ко мне Радостно улыбается Хозяин Все чисто В общем, молодец И вот это место Куда мы с вами идем Оно в принципе ничье Что очень редко бывает И хотя оно ничье Все-таки вот дорожки посыпают граи Долго не посыпали Тут такие лужи всегда были Я не любил сюда ходить А сегодня Я вот решил как раз Делать такой Марафончик маленький А тут у нас вот этот Самый ручей, видите И еще проблема Что Ричард всегда туда залазит Приходит домой мокрый Жена ругается Говорит Вытирай ему лапу Мой ему лапу Высушивай его Ну разве его высушишь? Так И мы постепенно К с вами Подходим К тому самому Заветному Месту Я чувствую Начинается дождь Уже капает Это хорошо Это я как раз и жду Поэтому я оделся В нейлоновую курточку Такую С капюшончиком И если что Я себя и камеру Защитю Вот Тут тоже бегают разные Люди с лишними Килограммами Немножко Так мы все время Сначала Зарабатываем деньги Портим здоровье А потом Тратим деньги Чтобы его восстановить Так Видео будет Длинным Но вы уж к этому приготовьтесь Потому что это В общем то Не обучалка А это вот Исполнение Как бы идеи Воплощение идеи Да? Ага Вот Вот тут Ричард себе и другие собаки Протоптали Сход Купалки Сейчас Вот 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 Крутая дорожка Они туда лезут Она не глубокая Ричарду будет По шейку Наверное Он так полностью Даже не погружается Но есть более глубокие места Но вот здесь они купаются В основном Я сейчас его не взял с собой Потому что он будет мне мешать Так Неожиданно Яблоня нынче Расцвела Очень рано И пока я Додумался сюда прийти Здесь тоже полное яблок Они кисленькие Такие дички Скажем так Почти дички Но есть в принципе можно Но никто их не рвет Они сами себе падают И жалко что листья уже облетели Так Дождь Дождь идет дальше Хорошо Так вот О чем я говорил Что вот за этим забором Находятся Так называемые Самозахваты И для меня это настолько Удивительно Что в течение вот Шести лет я живу В этом районе Так и не Не наведен здесь порядок Ну в принципе порядок Чисто по-немецки Что вот это нельзя И это надо убрать Вот То есть то как здесь Загородился Но Внутри Все хорошо Вот там Уже пришел хозяин Сейчас мы с вами заглянем Вот там И этот хозяин Он А вот кстати цветочки Как раз Этот хозяин Разводит курочек И яйца продает И люди кто знает Приходят к нему Они интересные такие Они У них Почему-то зеленоватая такая Кожура не белая Не оранжевая Как в магазинах А такая зеленоватая Так Так Вот еще один Элемент Нашего Фотографирования Ну вот видите То есть вот отсюда Наверное Будет видно О Курица Слышишь? Так Вот это нам надо Ребята Вот я хочу Эту Проволоку Отсюда Кружить За это мне потребуются Кусачки А потом Молоток И сейчас Я объясню Куда мы С вами пойдем Такая Проволка Здесь Не редкость Чистый Самозахват Чистый Самозахват Кто Как Умудрился Ее было пустое Одно место Такое Быстро Румыны Оккупировали Начали стаскивать Туда все краденое Мне это не понравилось Я позвонил Из полиции Приехали Всю эту шушеру Выдворили Наверное Обратно в Румын Ах Ну вот Мы с вами Опоздали Вот Елки-палки Мы с вами Опоздали Здесь был Замок Красивый Замок И я хотел сделать Так что Вот здесь Пойдут проволока Колючая И оттуда Куст Этой сирени Выйдет И такой замок Здесь был Мощный Такие Ну и такой мощный замок Как эти Цепи Были Я сейчас попробую Поговорить с хозяином Вот Это место И Я конечно не могу сейчас закрыть Но с хозяином договорился Что это я Могу сфотографировать Отлично Он дал мне возможность Замок дал цепь И мы с вами это сейчас Будем к счастью делать Первое Что я хочу сделать Это сфотографировать Замок Потом я его все сделаю Это Старым конечно И чуть больше сделаю Вот так я все расположил К сожалению Момент съемки не удается Хозяин стоит рядом И я не хочу Чтобы он это видел Что я тут Это снимал Ну вот Так Я сейчас придем домой Я вам покажу Снимки Как я сделал Отлично Так Съемка закончена Единственное что Мне не удалось сделать Это На его забор Прибабахать Еще колючую проволоку Ну ничего Я думаю что Когданик Мы это все равно сделаем Так Ну вот То есть я Тащу с этой прогулки Не только Красивые мне кажется Снимки Мы их сейчас с вами посмотрим Ну и думаю что Вот эти цветочки Мне тоже очень еще понадобятся Так Камеру я выключаю То есть мы делаем просто Обратный путь Вы это все видели Поэтому Встретимся уже В моей домашней студии Очень много Перед тем как Мы еще сейчас Домой дойдем Видите здесь Крапивы Молодого очень много Я хочу сделать Крапивный суп У меня для этого тоже Есть идея Теперь далеко ходить Не надо А вот там Видите внизу Сейчас я сделаю побольше Вот видите Там куст Это куст Нарциссов Остатки То есть Он же отсвел Именно вот здесь В этом месте На этом Еру Скажем так Совершенно Мокрым утром Я С риском для свалиться Вот сюда Рвал цветы Для своей жены Ну мальчишка еще Кстати видите Вот этот Иглолистник Или как он называется Вот он в иголках Есть да Но маленькие его На тросточке Которые щеголками Не покрылись Прямо Стопроцентно Как Для мандаринов И апельсинов Листики Поэтому Вот я этим Сегодня тоже Воспользуюсь Скорее всего Вот Столько Много Можно заметить Если начинаешь Быстро Шагать Кстати Начался дождь Но теперь он нам уже Как бы и не нужен Жаль Жаль Что там был хозяин Жаль Что дождь начался Только сейчас Но Вы знаете Уже хорошо то Что я это сделал Так Хочется Быстрее посмотреть Что же там У меня На карточке Так Давайте посмотрим Что мы с вами тут Наснимали Это Вживую Без катрирования Без всего То есть Смотрим Неплохой Такой Скажем так Размытый фон Здесь Ну я говорю Что все равно Мне придется убирать Этот лого Да И Тут мне как бы Современный замок Не очень нравится Но я посмотрю То есть Ясно Ясно Что я сделаю здесь Ржавчину Так Вот это тоже Неплохо Но немножко Нерезко Так Если развернуть Правильно То может тоже неплохое Там вот желтенькое Деревце Просматривается Тоже хорошо Ага Вот Хороший кадр Вот Хороший кадр Но немножко Искусственно Я бы конечно По другому Сделал Я сделал бы так Ветки сюда Склонившиеся Да Но Хозяин стоял рядом Нужно было быстро Мне не было Время даже На подготовку И на подумать Так Неплохо Но Не в резкости Сама Сама Гроздь Но это можно поправить То есть Подставить сюда Нормально От того Мне кажется Так Вот С белой Чисто Не совсем Удачное Кадрирование Вот Это уже лучше Это уже лучше Так Вот Это Хорошо Единственное Что Здесь я сделал два кадра Я На одном кадре Я Сделал Сюда На Фокус на цепь На втором кадре Уже была Резкость На саму Гроздь Придется Оттуда Поставить Был бы Статив Ну Конечно Это было проще Ну Так Вот Это Неплохой Кадр То Это Неплохой Кадр 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 И Кадр